начинали свою деятельность. Ну, тут же Малюк, например, с 2001 года. То есть он родился там в 1987, кажется, сейчас точно вам скажу. Ну, вот интересные, как бы такие моменты у него есть. За Малюка проголосовало 324 народных депутата, а их там осталось всего 406. То есть там безудержная поддержка фактически. Родился он 28 февраля 1983 года. И в 2005 году получил высшее образование в Национальной Академии СБУ. Правоведение, юридическое. Ну, и стал, как-то успел уже стать, вот, собственно, сколько ему получается в 1983 году. Ну, да, 20 и 20, 40 лет будет. Вот он уже кандидат юридических наук и бригадный генерал. Такая прямо ракетная у него траектория, карьерная. В начале биографии до января 2020 года, в 2020 году он только начал работать в Центральном управлении службы безопасности. Первый замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией. То есть это уже, собственно, при Зеленском. А так, в принципе, пишется, что с 2001 года начал военную службу в органах госбезопасности. Ну, в 2005 году типа закончил. То есть практически вот чем он занимался до 2020 года, ну, наверное, можно найти. Это не проблема. Вот, ну, можно сказать так, вот, что за 15 лет, считайте, он за 17, он стал бригадным генералом. Ну, я таких биографий, конечно, вот такого взлета карьерного. В советское время это точно не было, даже не было и при Кучме такого. Ну, вот теперь это при Зеленском есть. Такой период у нас наступает. Если посмотрим биографию этого Клименка, то здесь тоже, как бы, она такая достаточно характерная. Собственно, тоже до... Если тоже интересно, вот он родился в 1972 году. В 1994-м закончил Харьковский военный университет. Вот, что-то за университет не совсем понятно. Вот, в 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского Государственного университета внутренних дел правоведения. До 1997 года он проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно закончил Одесский госуниверситет. Получил квалификацию психолог. Вот, психолог, потом этот. Вот, и, собственно, он появляется, как уже кто-либо. Ну, до 2015 года он работал в департаменте кадрового обеспечения МВД, Министерства внутренних дел. Вот. До 2004 года в Харьковской области. Это биографии практически как таковой тоже до 2015 года не было. Ну, пришел Порошенко и в октябре 2017 года он был уже назначен вот начальником департамента кадрового обеспечения в нацполиции. И затем стал зам главы нацполиции в 2018 году. То есть, считайте, до 2017 года биографии как таковой тоже не было. И потом тоже уже стал этим генералом и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и да, генерал полиции. Тут бригадный генерал, этот генерал полиции. Ну, и в этот же день, что для, в принципе, вот это означает? Ну, и очень важно высказывание Данилова, который написал, что в Украине не будет никаких там вариантов, как раздел по 18-й параллели с Северной и Южной Кореей. В Украине этого не будет. За Клименко тоже проголосовало, более там 300 человек практически. Только, собственно, Евросолидарность не голосовала и голос. По-моему, с Малюком приблизительно такая же ситуация. Не будем говорить, кому они относятся, каким группам. Многие их связывают, конечно, напрямую с Ермаком. Так ли это? Ну, вообще, это уже даже и не важно. Важно другое, что важно это то, что это люди, которые ориентированы на войну. Они военные, а их вся биография связана только с военными какими-либо действиями. Это люди высоко организованные с этой точки зрения. И они, конечно, ориентированы на решение всех вопросов силовыми методами. Вся их биография, она об этом свидетельствует. Честно говоря, такого варианта я давно не помню в Украине, чтобы подобная вот такая складывалась ситуация. Ну, теперь она сложилась. Давайте подумаем. Не назначили этого еще одного, который главный разведуправления обороны, Буданов возглавляет. Как бы трио такое готовилось. В принципе, это понятно, что это все люди такого определенного настроения. Ну, и Данилов подтвердил. Да и Подоляк Миша, советник Ермака, он это все время подчеркивает. Что надо воевать, 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 воевать. То есть до последнего, видимо, украинца надо, мужчины украинского надо воевать. Ну, а как иначе? Это же с Российской Федерацией надо воевать. Это 146 миллионов населения. А у Украины сколько населения? Кто-то может сказать, сколько там осталось? Вот. Ну, где-то так миллионов, наверное, сколько. Если там выехало миллионов 9, а было там пусть 43, плюс заняли еще 12% территории, 33 и то, что это. То есть где-то реально осталось где-то 25 миллионов. То есть одной в стране 146 миллионов, другой реально 25 миллионов. Как это надо победить в страну 146 миллионов? Вот это такая маленькая задачка, которую вот эти ребята все вместе во главе с Зеленским, Ермаком там и другими решили каким-то способом решить. Будут они эту задачу решать. Вот. И еще одно событие произошло. Приняли они решили, поддержали указ Зеленского. Я считаю, антиконституционный указ. Верховный Совет его принял, продлил военное положение еще на три месяца. Почему не на месяц, не на два, а сразу на квартал? Это, конечно, большой вопрос. И продлили они его с 19 февраля на три месяца. Там где-то, я так понимаю, оно продлину. До, 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 до. Сейчас мы точно скажем. Я так думаю, это будет 14 мая. Если я так не ошибаюсь. Да, то есть, получается, это февраль, март, апрель, да, и там короткие дни. То есть, продлили до 14 мая. Сейчас точно мы скажем. На 90 дней. Что это означает? Это означает простые вещи, что принято решение продолжать войну. Ну, если учесть, что 27 февраля начинается Великий пост у всех христиан, ортодексальных, православных, да, и он будет длиться до 16 апреля по юлианскому календарю, кто Пасху встречает. А потом начнется Пятидесятница после 16 апреля. То есть, Зеленский так это, и Верховный Совет этот абсолютно практически большинством подмахнули решение, что война будет идти в Великий пост и на Пасху, и на Светлую Пятидесятницу. Ну, теперь сами те, кто верят, что Бог есть, что есть мистические и высшие силы, должны понимать, что будет в результате. На Турцию, посмотрите, там как бы достаточно понятно это все. Последствия таких всяких решений Эрдогана и их верхушки. Очень такие они, скажем, отрицательно-отрицательные последствия. Хотя, казалось, тоже считали, что они просто уже Эрдоган там, чуть ли не Бог на земле. Видите, оказалось совсем все не так. Вот такой бы я вам небольшие параллели провел. Какой вывод делаем? Будет усиливаться диктатура, это однозначно, особенно в связи с этими антиконституционными законами про масс-медиа и про усиление фактически физических и прочих карательных мероприятий против людей воинов в армии. То есть, практически без суда и следствия человека можно садить на любые сроки, вплоть до того, что вообще можно его, так сказать, отправить в мир иной кому-то, и никто даже этого и расследовать не будет. Какой вывод из этого делаем? Ну, если учесть, что будут новые репрессии в сфере бизнеса, против бизнеса, отменяются все вот эти послабления по двухпроцентным налогу и так далее, усиливается, будут пойти налоговые проверки, усиливается налоговое бремя, приняты совершенно безумные обязательства перед МВФ, потому что денег же нет. Кстати, приняли они сегодня Верховный Совет, увеличил расходную часть бюджета на 5 миллиардов гривен. Хотя Нацбанк говорит, что есть уже большие трудности с исполнением доходной части государственного бюджета. Тем не менее, послушные эти самые, так сказать, депутаты в Верховном Совете, они это все поддерживают и даже не задумаются над этим. Вывод очень простой. Верховный Совет как независимый орган, высший законодательный, в парламентско-президентской стране Украины под названием, по сути перестал функционировать. Он просто превратился вот в такое, это как в Белоруссию у Лукашенко, как у Путина, Дума в России, то же самое. Естественно, что будут практически штамповаться любые решения в интересах партии войны. То есть общество практически утрачивает любые рычаги, скажем, публичные рычаги по воздействию на верхушку власти, на президента, на его антиконституционную структуру под названием офис президента. Это что такое офис, объясните, да? Она нигде не прописана. На ее руководителя, который не является даже госчиновником. То есть в стране формируется нормальная диктатура. Автократия уже сформировалась. Особенно вот эти назначения, это формирование военной автократии. И следующий шаг, это уже формирование диктатуры. Принято решение воевать. И Данилов это подтвердил, что будем воевать. Никакой тут не будет в Северно-Южной Корее. Ну, там три года воевали тоже. А потом, когда Китай поставил туда первому из семи Кимов, Ким Ир Сену, один миллион своих солдат, то, так сказать, война прекратилась, потому что это ж надо было миллион перебить, а США отказались. Соответственно, короче, вышло как вышло. Вот, поэтому происходят следующее. Вот такие события у нас. То есть всех украинцев, как говорится, могу теперь сделать вывод для оставшихся миллионов, что дальше Украина теперь уже четко встала на путь диктатуры. Переход от военной автократии к диктатуре. К внутренней будут, конечно, усиливаться репрессии. Это приведет, так или иначе, к внутренним гражданским столкновениям. Потому что там принято решение и о военном положении, и о мобилизации. То есть мужчины будут теперь абсолютно рассматриваться как пушечное мясо. Их будут, есть этот приказ о мобилизации. То есть, видите, целая совокупность специально принята таких нормативных актов. Я еще раз подчеркиваю, неконституционных. Которые практически узыкани... Я бы не узыканирую, это легитимизируют в Украине диктатуру. Ну и все будет подчинено одному, это войне. Естественно, что Путин со своей стороны тоже этого терпеть не будет. Он тоже будет и усиливает тоже соответствующие действия по наращиванию военных усилий. И Шейгу заявил, что фактически Киев ведет военные действия только потому, что его поддерживают западные страны. Ну и США, естественно, вошли в том. Ну вот из этого исходите. То есть, понятно, что уже никаких переговоров не будет. Никакого миротворческого процесса не будет. Никакой остановки огня не будет. Никаких коридоров гуманитарных не будет. Наоборот, будет эскалация военных действий по всем направлениям, по всему фронту. Ну, в связи с этим ясно, что Путин должен принять для себя тоже решение. Какие я вам говорил, это удары по центру принятия решений. То есть, можем говорить, что группа войны, партия войны в Украине победила во главе с Зеленским, Мирмаком, Шмигалем и всеми остальными. Она усилилась вот этими фигурами чисто боевых действий. Плюс, конечно, усилятся сейчас, видимо, позиции еще тех, кого они приведут с собой. Ну и в этой связи будет, конечно, возрастать кровопролитие на фронте со всеми вытекающими последствиями. Это люди, принадлежащие партии войны. И вот если этого Малюка посмотреть и посмотреть этого министра внутренних дел Колесникова, они совершенно не понимают ни политэкономии, ни финансов, ни объективных, не знают экономических законов, ни теории революционной войны, борьбы, движения, тем более такой ее фазы, как тотальная революционная война. То есть, они это вообще не знают. Отсюда, то есть, они все отличаются одним. Они все волюнтаристы. Фактически, они будут действовать с помощью своей воли. С помощью, то есть, я сказал, я решил, значит, будет так. Это всегда заканчивается, дорогие мои, очень-очень-очень кроваво, плохо и безнадежно.